Среди операций начала Победного 1945 года наиболее известна Висло-Одерская, крупное наступление на центральном участке Советско-Германского фронта. Неудивительно, это самая результативная и стремительная операция советских войск и настоящая катастрофа для Вермахта. В результате нее освобождена Польша и открылся путь на Берлин. Военно-историческая литература в большинстве случаев упоминает действия двух крупнейших фронтов на том направлении, первого белорусского и первого украинского. При этом на кардах операции неизменно видны активные действия на правом фланге 2-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского. Тщательная подготовленная ставка операции назначена на 20 января 1945 года. Планирование шло еще с ноября 1944 года. Задача непростая – преодолеть семь укрепленных линий обороны в противостоянии с крупнейшей немецкой группой армий «Центр». У 2-го Белорусского задача была сложнее южных соседей, предстояло сходу форсировать широкую реку Вислу. Рокоссовский первым выполнил эту задачу еще летом 1944 в ходе операции «Багратион», но тогда он возглавлял первый белорусский, а с ноября приказом Сталина переведен во второй. И снова нужно выполнить непростую задачу, на этот раз севернее. В мемуарах маршал указывал на неготовность войск к началу дерзкого наступления. Срок начала операции приближался, а работа оставалась еще не початый край. К нам должно было прибыть пополнение. Оно задерживалось где-то в пути из-за перегрузки железнодорожного транспорта. В это же время англоамериканские войска вели тяжелые бои в Орденах. 6 января Черчилль попросил у Сталина помощи. «Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января. Я считаю дело срочным». Итак, в атаку нужно было идти раньше намеченного. Первый украинский двинулся 12 января, белорусские фронты – 14. Как назло, погода установилась неблагоприятная, туман и снегопады. Спасали артиллеристы. Плотность орудий на ключевых участках прорыва достигала 200-240 штук. 20 января, когда передовые части оказались у Вислы, из Ставки пришел приказ развернуть четыре армии на север и перенести удар на восточно-прусскую группировку противника. «Приказ этот для нас был совершенно неожиданным. Он в корне менял наши планы», – признавался Рокоссовский. Не ожидали этого и немцы. Теперь войска стремительно двигались вдоль реки к Балтике и в тот же день вошли на территорию Восточной Пруссии – сердце исторического немецкого милитаризма. Мы увидели здесь бетонированные траншеи полного профиля, блиндажи, проволочные заграждения, бронеколпаки, артиллерийские капониры, убежища. Защищать это направление враг намеревался всерьез, однако бойцы третьей армии взяли укрепление сходу. 22 числа кавалерийский корпус с наскока взял Аленштайн. На стре удара шла 5-я гвардейская танковая армия – одно из лучших подвижных соединений советских войск. Уже 25 числа передовые части вышли к заливу Фришгав, а на следующий день подтянулись основные силы. В результате крупные соединения немцев оказались отрезаны. Путь на запад к основным силам перекрыт. Именно эти части оборонялись до последнего, сражаясь еще несколько дней после безоговорочной капитуляции. В результате стремительного наступления пали исторические крепости Пруссии. Торунь, Мариенбург, Эльблонг – рассечена группа армий «Центр». Рокоссовский сетовал, что действия 2-го Белорусского фронта остались как бы за рамками Висло-Одерской операции. И сетовал справедливо. Действия фронта, несомненно, ускорили победу в войне. А операция стала одной из самых эффективных и малоизвестных во всей войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин